Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! С вами, как всегда, Мэри Парфе с очередным новым рецептом для вас. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить выход нового видео. Будем сегодня готовить спанакоту. Это потрясающе нежный и мягкий десерт, которому мы дарим легкий ванильный аромат. А для красоты и вкусовых акцентов добавляем ягоды в декор. В ковшике у меня сливки 33%, молоко и ванильный экстракт. Как только масса закипела, снимаем с огня и добавляем сахар. Перемешиваем, чтобы он немножко разошелся. Для того, чтобы придать нашей панакотте аромат, берем натуральную ваниль или ванильную эссенцию. А вот от ванилина лучше отказаться и ворст, и не портить вкус. Аромат можно придать совершенно любой. Это могут быть и цветки лаванды, и ромашковый чай, и бергамот. Далее добавляем заранее замоченный желатин. Я использую порошковый в пропорции 1 к 6. Сразу перемешиваем все венчиком. Здесь нужно просто аккуратно размешать массу, чтобы желатин разошелся и равномерно смешался. Если сильно взболтаете массу, она будет с пузырьками, и десерт не будет таким однородным и нежным, как мы задумывали. После того, как желатин разошелся и масса немного остыла, разливаем ее по формам. Используйте совершенно любые. У меня это стеклянные креманки. Можно также разливать по силиконовым формам или одноразовым стаканчикам. Убираем для стабилизации примерно на 2,5 часа. Через 2 часа можно приступить к приготовлению ягодного конфи. Я использую пюре малины. Предварительно его прогрела в микроволновке до горячего состояния. Добавляю в него сахар. Перемешиваю, чтобы он разошелся. Желатин также замочила заранее в воде. Он набух. Растапливать буду в микроволновой печи. Не нужно доводить до кипения, иначе получите тягучую массу, потерявшую желирующее свойство. Объединяем массу. Хорошенько перемешиваем, чтобы желатин у нас хорошо разошелся. Переливаем в стакан, чтобы было удобнее наливать. Или в кондитерский мешок. Оставляем наши конфи постоять при комнатной температуре 15-20 минут. Периодически помешиваем лопаткой. Достаем с холодильника застывшую панакотту. Она хорошо уже держит форму. И сверху равномерным слоем распределяем конфи. Убираем еще на 3 часа в холодильник, чтобы наша панакотта полностью стабилизировалась. По истечении времени она выглядит так, застыла и осталась нежной, легкой, освежающей. Приготовьте этот восхитительный десерт. Почувствуйте итальянский вкус. Надеюсь, что рецепт классической панакоты займет почетное место среди сладких блюд вашей кухни. Не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки, комментировать это видео. До новых встреч!